Добрый вечер! В эфире телекомпания «Город» программа подробностей. 12 марта 1879 года российский император Александр II издал указ о создании тюремного департамента, положивший начало организации единой государственной системы исполнения наказаний в России. Да, сегодня отмечается профессиональный праздник, День работников уголовной исполнительной системы. Сотрудники нашего учреждения, конечно, с праздничным настроением приходят на работу. Основные праздничные мероприятия у нас пройдут 16 марта, где собирается личный состав нашего управления и проходят праздничные мероприятия. И сегодня наши праздничные мероприятия, они пройдут в узком кругу на рабочем месте. Скажите, а осужденные об этом дне знают? Они как-то проявляют себя, поздравляют личный состав? В большинстве случаев, конечно, история тюремного ведомства осужденным знакома и откуда берет свое начало. Они знакомятся у вас или сами? Или знают уже об этом? Это интересно. В большей степени, конечно, они узнают об этом, попав в наше исправительное учреждение или вообще в исправительное учреждение и узнают именно там. Расскажите о том, как проходят праздники и будни в вашей колонии. Что запомнилось за последнее время? Конечно, у нас проходят праздничные мероприятия. Недавно праздновали мы два наших основных праздника. Это когда женщины поздравляют мужчин и наоборот, когда мужчины поздравляют женщин. С 8 марта праздники у нас проходят весело. Последний праздник мы организовали силами мужчин колонии, где были показаны хорошие театральные номера, где сотрудники учреждения мужчины поздравили наших женщин с этим праздником, показали очень хорошие номера. Всем очень понравилось. Очень много талантов появляется именно за колючей проволокой. Может быть, они об этом не знали, может быть, им действительно скучно там находиться. Причин для этого масса. Какое количество умельцев, как вы думаете, у вас сейчас там находится? Ну, трудно так сразу оценить, конечно, в каком-то количественном выражении, какое количество находится. Почему? Потому что мы их как бы не считаем. То есть мы стараемся... Привлечь ко всему и всех. Ну, да. И если есть желание, мы всегда идем навстречу, стараемся развить то или иное направление в человеке и воспринимаем это, скажем, с большим уважением. Вы работаете в этой системе давно. Как на ваш взгляд, что поменялось? Наша система, она достаточно очень живой организм. Меняются люди, меняются времена. Да, условия отбывания наказания, они тоже очень значительно меняются. Меняет контингент. Что можно сказать на первый взгляд сейчас? Контингент очень помолодел. А ведут себя тоже по-другому? Ну, молодые люди, естественно, они достаточно с низким уровнем образования. Их они обязаны по прибытии в учреждение получить обязательно общее образование, если такового нет. Получить обязательно профессиональное образование, если такового нет. В учреждении для этого созданы и, скажем, существуют, функционируют все условия. Кто их обучает этому? Я знаю, что у вас люди работают из гражданки в том числе, причем они сознательно делают этот выбор. Неожиданно для себя иногда, но у них получается очень неплохо. В учреждении существует вечерняя, средняя школа. Существует профессиональное училище. Преподаватели, они входят в штаты этих учебных заведений. И да, они, как у нас так называют, из гражданки. Тем не менее, это их осознанный выбор. И они, опять же, общаясь с ними, достаточно уважают свои профессии, считают ее очень необходимым. Много ли женщин работает в этой системе? И какие особенности работы с ними связаны? Бываем у вас часто, мы видим, что девушки красивые, достаточно молодые. Мне кажется, им очень трудно с таким контингентом находиться постоянно, каждый день, постоянно ожидая какого-то подвоха. Вообще, необходимо ли какое-то количество женщин в местах лишения свободы? Ну, исправительное учреждение без женского труда, оно не сможет обойтись. Объясню, почему. Потому что есть и объекты работы, например, комнаты длительных свиданий, где родственники проводят время с своими осужденными. И женский труд там необходим. Почему? Потому что это режимная территория, и люди, приезжающие к нам на свидание, которые проходят на режимную территорию, они подлежат досмотру. Как вы знаете, то, что и жены, и мамы приезжают, и бабушки, они тоже подлежат досмотру. Поэтому здесь, соответственно, учитывая... Особенности работы есть. Особенности работы, да. Мы обязаны привлекать женский персонал для того, чтобы проводить эти осмотры. Ну, и вы, наверное, уже привыкли к тому, что все, ну, или какое-то количество обязательно на что-то жалуются. Это стандартно, это нормально. Так веселее находиться там. Мы стараемся работать так, чтобы этих жалоб было гораздо меньше. А о чем говорят, о чем просят? Что им кажется недостаточным? Вот мама наверняка приходит, сыну холодно, он недоедает, похудел, но это нормально. Любая мама, она заботится о своем чаде, заботится, желает его благополучия. Но, тем не менее, сужденные находятся в справедливом учреждении. У них, прежде всего, есть обязанности, есть те требования, или, как я говорю, правила поведения, которые они должны соблюдать. Процесс социализации очень сложный. Но сейчас в колонию практически все благоприходят. Это интернет-магазины, это интернет-в-принципе, это свидание по скайпу. Что есть у вас, к чему вы стремитесь, как этим пользуются? В настоящее время в учреждении создано и функционирует достаточно широкий комплекс коммунальных бытовых услуг. Это у нас существует и библиотека, существует, как я уже говорил, вечерняя школа, существует клуб, где осужденные по выходным проводят культурно-досугые мероприятия. Как часто, кстати? Свободные от работы время, соответственно. И проводим мы выходные дни с целью занятости осужденных в течение дня. Если говорить о каких-то глобальных мероприятиях, может быть, участии в конкурсах? Мы проводим достаточно много мероприятий, связанных с осужденными. Хотелось бы остановить особое внимание, мы проводим дни открытых дверей в колонии. Прежде всего, это посвящено для того, чтобы у родственников, тех, кто каким-то образом... Общественников, прежде всего. Общественников, да. Сложилось правильное впечатление о наших исправительных учреждениях, чтобы они своими глазами увидели все то, что происходит внутри. То, что жизнь в колонии, она не останавливается. В течение этого времени, когда мы проводим день открытых дверей, есть возможность посмотреть те места, где осужденные проживают. Места их трудового использования. Те места, где они могут учиться. Где они могут, соответственно, провести свое личное время. Все своими глазами. И это дает, я надеюсь, большие и очень положительные результаты. Но сегодня праздник, поэтому я имею право на несколько неформальные вопросы. Никто не хочет попадать в места заключения, но вы свой выбор, я имею в виду сотрудников, делаете сами. Что лично вас привело в эту профессию? Вы когда-нибудь думали о том, что вы, в принципе, наденете форму и тем более будете работать в колонии? Однозначно на этот вопрос ответить очень сложно. Что меня привело в данной профессии? Какое-то время назад, наверное, я об этом не задумывался. Тем не менее, жизненная ситуация сложилась так, что я сейчас в этой форме, выполняя эту работу, и могу сказать одно, что я об этом не жалею. Давайте поздравим ваших коллег с профессиональным праздником. Поздравляю коллег с профессиональным праздником, днем работника уголовной исполнительной системы. Хочу пожелать им крепкого здоровья, семейного благополучия, всегда позитивного настроения. Наша работа, она очень сложная, но в то же время она очень нужная для нашего общества. Спасибо, мы тоже поздравляем вас с праздником. И напомним телезрителям, что это была программа подробностей. Оставайтесь с нами, до новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова